Гамерджоба, Украина! Витаю вас в первую очередь и с летом. Воно наконец пришло, а это означает, что и украинцам, и грузинам час отдыхать, как получать заряд позитивных эмоций за полдня. Смотрите дальше. Мы поднялись немного на Тбилиси, здесь уже совсем другой воздух, но мы идем еще выше, вон туда, где видна телевизионная вышка. Это гора Мтацминда, самое лучшее место для семейного отдыха. Там находится парк аттракционов. Парку Мтацминда уже более ста лет. Его любили деды и прадеды, но вряд ли так же сильно, как сейчас его любят детвора. Потому что здесь их ждет уже не дремучий лес с несколькими аллеями, а полсотни самых разных аттракционов для всех возрастов. Встречает малышей Бомбора. Это имя о многом говорит каждому грузинскому ребенку. Бомбора – главный герой одного из самых любимых грузинских мультиков. Я живу здесь, на Тбилиси. Но моя история такая, что я родился сиротой, жил в пещере, познакомился с одной хорошей девчонкой, которая училась в школе. У меня научил азбуку, я сейчас громадный. Анетта с мужем, детьми, бабушкой и друзьями поднимается в парк Мтацминда каждые выходные. В первую очередь такая прогулка идет на пользу здоровью. Парк расположен на высоте 250 метров от главного проспекта – Шатар-Уставели. Воздух и природа здесь уже не городские, а горные. Как водопад идет! Вот Бомбора нас встречает! Видишь, как красиво! Пройдя врата Бомборы, все посетители страны сказки попадают на главную и единственную улицу – Грузинскую. Здесь есть все – и древняя архитектура со сказочными мотивами, и детский шоппинг-центр, и развлекательный клуб, и, естественно, грузинская кухня. Вот здесь очень интересный дворик внутри, где будет хачапурная, и будут разные вот эмеретинские, аджарские хачапуры. Само по себе, по этой улице, если пройтись, вот посмотрите, такие старинные балкончики наверху. Проектируя парк, команда архитекторов заботилась о том, чтобы интересно было абсолютно всем. Малышей лучше всего покатать в этой красивой карусели. Но кто в детстве не мечтал посидеть на скакуне? Предыдущее поколение грузин такие аттракционы видела только в кино. Даже пять лет назад, когда начиналась реконструкция парка, никто не ожидал, что в Тбилиси появится настоящий грузинский Диснейленд. Здесь вот такой стенд, который указывает, что вот ниже этого роста ребенок не должен, значит, кататься в ограничении. На каждом аттракционе детских есть такие ограничения. Самое страшное – американские горки. На этот аттракцион пускают исключительно людей с крепким сердцем и нервами. Одна только петля этой металлической конструкции внушает страх. Не каждому под силу ездить вниз головой на большой скорости. Этот аттракцион очень безопасен. Но ввиду того, что все-таки сложный агрегат, каждый дневно перед запуском, каждый день проверяется аттракцион на работоспособность. И после этого, когда наши специалисты дают добро, пускаем в эксплуатацию. Кроме этого, каждую неделю есть профилактический день, когда основательно все-все-все детали проверяются. Если же вы боитесь скорости, но не боитесь высоты, есть еще один не менее экстремальный выбор. Я не боюсь высоты, но это огромное колесо поднимает уровень адреналина. Кабинка поднимается на высоту 62 метра. Вот он, весь Тбилиси, как на ладони. Это Кура, или Мкварий по-грузински, река, которая разделяет город. Там дальше телевизионная вышка, прямо перед нами. Под вышкой Самеба, главный храм в городе, собор Святой Троицы. А немного далее, ближе к реке, резиденция президента, не менее узнаваемое здание в Тбилиси. Потрясающую панораму ночного Тбилиси я покажу вам чуть позже. А сейчас, пока есть время до темноты, мы едем в аномальное место. Там происходят уму непостижимые вещи. Вот, мы приехали на аномальное место. Сейчас вы увидите, что будет происходить с машиной на этом склоне, когда я поставлю ее в нейтральную скорость. Машина катится на этом склоне в обратном направлении. Машина сама катится на нейтральной скорости вверх. Посмотрите. Вы где-нибудь такое видели? Существует несколько версий этой аномалии. Правда, ни одна не доказана. Оптический обман или магнитное поле? Ученые сказать не могут. А неученые говорят, здесь приземлились инопланетяне и оставили после себя вот такой загадочный след. Но нам пора вернуться в парк и посмотреть, что делает Аннетта с семьей и друзьями на исходе столь насыщенного развлечениями дня. Ходить по парку семья уже устала, особенно дети. На этот случай по периметру всего парка курсирует общественный транспорт – трамвай. Судя по всему, семья не просто катается, а едет в зону отдыха. Здесь, за деревянными столами, можно неплохо посидеть. Лучшая реклама кулинарному острову парка – ароматы грузинского шашлыка. Давайте сделаем заказ. Что будем заказывать? Хочем бурим. В моменты застолья семья вспоминает прошлое. Взрослым не верится, что еще пять лет назад на этом месте было лишь несколько заржавевших советских каруселей. В основном людей привлекала сюда природа, вид на Тбилиси. Свежий воздух, но не развлечение. За год интенсивной работы парк кардинально сменил облик. И уже в 2007-м реконструированный с иголочки принимал удивленных гостей. Ну, был такой период, когда, конечно, парк был запущен. Это вы сами знаете, здесь трудное положение было в Грузии. Но сейчас, слава богу, все налаживается. И в том числе и вот как-то акцент делаем на этот прекрасный парк, который, в принципе, это гордость Грузии, гордость Тбилиси. Это излюбленное место гаража, и не только гаража. Много туристов сюда приходят. Приходят в парк не только отдыхать. Некоторые именно на Мтатсминде подписываются под одним из самых важных решений в жизни. Дворец бракосочетания здесь один из самых красивых в городе. Кстати, жениться в парке могут как грузины, так и иностранцы. И это не конец истории парком Мтатсминда. У команды архитекторов множество планов. Это как в любимом доме, всегда есть что улучшить. Поэтому ремонт никогда не заканчивается. Это очень старый фуникулер. Его построили в 1902 году. Скоро фуникулер реконструируют, и он сможет подниматься вверх на 500 метров за несколько минут. Также в Грузии появится абсолютно новая канатная дорога, которая будет поднимать в парк Мтатсминда около тысячи человек за один час. У парку Мтатсминда еще масса атракционов, про которые мы не встигли вам рассказать. Поэтому вы можете приезжать всей семьей и, напевно, жить и развивать в самом лише парке. Тиждень. Но не забывайте, что это лишь одна из интересных Грузии. Продолжение следует...